Христос воскресе! Не что-нибудь другое. Потом уже нефть, алмазы, большой балет, космические полеты и храбрая армия. Всюду должен быть человек ответственный, неравнодушный, требовательный к себе, милостью и к другим, обрезанный сердцем, чистой душой, стремящийся к чистоте, по крайней мере. И любой такой проект православно-социальный, он стремится именно наладить горизонтальные связи между множеством людей одного духа. Все, кто приложил свою руку к этому проекту, распространяя информацию, делясь ею, пополняя информационную базу, жертвуя своей силой, время, деньги на это дело, всем вам спасибо. Потому что это и есть экклесия, это есть собрание, это есть церковь. Церковь – это не только люди, облеченные архиерейским или иерейским саном, и это, конечно, не только здания, украшенные благолепно, напоминающие об Иисусе Христе крестом на куполе. Церковь – это люди Божии в одном духе, в одних мыслях, с одними желаниями. Нас должно быть больше, нас должно быть больше. Нас по факту много, но мы разрознены, и эта разрозненность делает нас уязвимыми и слабыми, беззащитными перед многими вызовами. Поэтому всякая наша деятельность должна быть направлена на умножение числа верующих и на интеграцию самих верующих. Поэтому спасибо всем, кто неравнодушен, кто хочет не просто захаживать в церковь иногда для удовлетворения эстетического чувства или для очистки совести. Спасибо всем тем, кто хочет послужить для церкви Родины, для церкви Малой, для семьи и церкви Большой, для тела Христова личным усилием и трудом. Хозяин наш, начальник наш, владыка наш и царь, господин и отец, отец будущего века, как говорит про него Исаия, Господь Иисус Христос, он сильнее всех. Сила Его не исчетна, однако Он позволяет нам почувствовать личную слабость, чтобы надеялись не на себя, а на Него. И мы поэтому служим Ему, просим Его, молимся Ему, поклоняемся Ему, зовем Его, утешаемся им в чувстве личной слабости, личной недостаточности, личной ограниченности. Наша ограниченность – это хорошо. Христова сила, действующая через нашу слабость, это еще лучше. То есть «похвалюсь немощами моими, да вселиться в меня сила Христова», – говорил апостол Павел. Не будем хвалиться ничем, потому что хвалиться нечем. Будем хвалиться Христом, Который воскрес из мертвых, Которому царства не будет конца, Который придет судить живых и мертвых, может быть и вскоре, может быть времена истории продлятся, а может быть это будет гораздо ближе, чем нам в своей самоуспокойности кажется. Будем славить Христа и твердо стоять на камне исповедание, что Он – Сын Бога Живого, у Него глаголы вечной жизни, нам идти больше некому и некуда. Он воскрес из мертвых, Ему слава со Отцем и Духом. Он воскрес воистине. Христос воскресе. Еще раз всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok